Добрый вечер, добрый день. Музей современного искусства «Гараж» приветствует вас на онлайн-дискуссии, ну как это теперь принято, в Зуме, которая называется «Констатация дара», и приурочена наша сегодняшняя дискуссия к Дню Мецената и Благотворителя, который весь мир празднует сегодня, 13 апреля. Я хочу поблагодарить все афишу, на чем в YouTube-канале идет сейчас наша онлайн-трансляция, вы можете смотреть, обязательно комментируйте, задавайте свои вопросы, которые мы обсудим в конце с нашими экспертами, с нашими спикерами, поэтому принимайте активное участие, и, конечно же, не забывайте, что вот таким образом даже онлайн-музей «Гараж» в частности продолжает свою работу, свои профессиональные проекты, и поэтому поддерживайте, тоже становитесь благотворителями, вы можете в течение нашего сегодняшнего эфира делиться с нами нашими донейтами в эндаумент-фонда, который как раз занимается беспрерывной работой музея даже в такое тяжелое время. Ну и вкратце скажу о Дне этого Мецената и Благотворителя, он действительно выбран не случайно, в 70-м году до нашей эры именно в этот день родился тот самый аристократ и покровитель по фамилии Меценат, чья фамилия стала именем нарицательным. В России этот праздник уже 15 лет официально донесен в календарь, и вот мы сегодня в честь этого решили объединить экспертов из разных сфер науки, искусства, философии, статологии, антропологии, в общем, решили подойти к проблеме научно, комплексно, вот обсудить природу, логику, значимость механизмов дарения, особенно в наше сегодняшнее такое, опять же, хаотичное и гибридное время. И давайте представлю тех спикеров, с которыми будем сегодня беседовать, вот они уже с нами, на связи. Николай Сорин-Чайков, доцент департамента истории НИУШЕ, в Санкт-Петербурге, специалист по этнографии государства, антропологии, сравнительной антропологии империи, например. Добрый день. Николай, с нами. Да, я с вами. Добрый день. Да, добрый день. Николая было сначала не слышно, но теперь все слышно. Ольга Назарова, кандидат искусствоведения, доцент, специалист в области истории западноевропейского искусства эпохи Возрождения, автор многих научных статей о различных проблемах ренессансного искусства, по истории искусства, статей по истории искусства в Большой Российской энциклопедии, в частности. Ольга, здрасте. Добрый день. Григорий Юдин, кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, основные сферы, интересов у Григория политической философии и экономической антропологии. Григорий, здрасте. Добрый вечер. И Галина Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, основные сферы исследований, как раз-таки история благотворительности, благотворительности, история предпринимательства, автор многих книг, в том числе про известных российских меценатов, благотворителей. Галина, вас, видимо, с профессиональным праздником и поздравляю. Добрый вечер. Тоже всех поздравляю. Отлично. Как мы знаем, сегодня тема вот этой взаимопомощи, солидарности в наши дни становится очень актуальной. Как раз это проявляется на примере реакции на пандемию. Есть две точки зрения, как мы знаем, на то, что происходит и что будет с нами в будущем. То есть, с одной стороны, мы видим на конкретных примерах тенденцию размежевания по такому средневековому принципу, закрытой границы. Люди находятся в самоизоляции друг от друга, никто ни с кем не общается. Каждый был вроде бы сам за себя, каждая сторона, каждый подъезд. С другой стороны, мы видим примеры отзывчивости и, наоборот, всплеска этой самой солидарности, взаимопомощи. Это помощь врачам, старикам, нуждающимся в продуктах, многочисленные волонтерские проекты, которые появились уже и в нашей стране. Мы видим новости о миллиардерах, блогерах и предпринимателях, опять же, которые тоже не остаются в стороне. Например, на области, которая близка к искусству, например, мода, мы знаем, что, например, Бернар Арно, глава самой мощной империи ЛВМА, пожертвовал 16 миллионов, точнее, 2,3 миллиона долларов. Он пожертвовал красному кристу Китая, 16 миллионов юаней, для устранения нехватки медикаментов. Заводы его шьют маски вместо сумок. Глава Гуччи тоже пожертвовал 100 тысяч евро объединению больниц региона Эмилия Романи в Италии. В общем, примеров мы можем называть много. И мой первый вопрос к эксперту, к экспертам, к спикерам, на самом деле, про это новое время и новые вызовы. Почему модель вот этой дарения из-за помощи сегодня становится все-таки такой актуальной? И с какой эпохой в истории человечества мы можем сравнить нынешний период и сегодняшние вызовы? Вот с каких исторических кейсов следует нам в сегодняшнем периоде брать эти примеры? Это вопрос сейчас ко всем, поэтому кто первый готов ответить? Может быть, я попробую? Давайте, Николай. Но я скажу, что здесь можно сравнить то, что происходит сегодня с очень многими историческими периодами, потому что взаимопомощь, то, о чем вы описали, и в тех формах, которые вы описали, и в гораздо более широком виде, который существует вокруг нас сейчас, это, в принципе, то, что просыпается вообще-то в любой период кризиса, и об этом можно говорить о, причем совершенно разного типа, можно говорить о очень похожих вещах, которые существовали в ходе других, но похожих в каком-то смысле эпидемий, например, начала 20-го века, или, например, в эпоху Великой депрессии, экономического кризиса, в конце 20-30-х годов, или, например, в ходе Второй мировой войны. То есть здесь очень, так сказать, любая эпоха кризиса, она актуализирует заново все эти каналы и способы взаимопомощи. Поэтому, так сказать, здесь я бы не сказал, что здесь можно это сравнить исключительно какой-то одной эпохой в отличие от другой. Здесь просто речь можно говорить о том, что есть некая цикличность, когда людей сводит вместе кризис и, может быть, разъединяет эпоху Просветания, например. Но этот кризис получается таким катализатором, да? Вот, Галина, может, вы скажете тоже, как... Да, я спрашиваюсь с Николаем, что это можно сравнивать с разными эпохами, но я бы сейчас пока не считала, что кризис. Я думаю, что мы еще как бы, да, кризис... А мы можем говорить о кризисе, когда уже мы какие-то последствия такие очень болезненные для общества прошитываем. Но если мы будем широко брать историю человечества, то человечество – это для нас сейчас кризис, для городских жителей уже в эпоху такую очень благополучную. А для людей, которые фактически до середины XVIII века, до начала XIX века, эпоха была все время неблагополучная, по 7-8 кризисов различного рода. Голод там посчитали. Каждые 12 лет примерно голод. То есть это вот уже кризис такой. И я два примера таких приведу. Есть такой известный лингвист французский, Эмиль Бенвинист. Он исследовал язык. И у него огромный такой труд, называется «Словарь индоевропейских социальных терминов». И вот у него там большой раздел, который рассматривает понятие «давать и брать». И вот когда он это рассматривал во всех индоевропейских языках, то он увидел, что там переплетаются религиозные аспекты – дар как жертва, экономические аспекты – передача имущества, юридические аспекты – смена владельца имущества. И он пишет, что вот этот корень «до», который мы видим в словах «донатор», «донор», «давать» в русском языке, в древнегреческом языке, что он все время переводит как бы к терминам «милость», «благодеяние», «благодать». Ну, на эту тему много можно говорить, потому что Бенвинист говорит, что не только экономические понятия рождают термины. Людям же вот сейчас какая проблема во время этой эпидемии, которая только началась, и все пока на своем экономическом уровне, в общем-то, застыли. Еще зарплаты первые не было, когда не выплатили зарплату. Но для людей психологически это тяжело, это тревожное состояние. Ну и второй пример. В 1907 году Петр Кропоткин, великий наш мыслитель и ученый, он пишет книгу «Взаимная помощь как фактор эволюции». Ну, вы видите, в названии этой книги уже все сказано. Если не будет взаимопомощи, эволюция прекращается. Ага, вот тоже такая взаимосвязь. Там кризис и эволюция, здесь тоже мы можем увидеть пересечения. Вот Григорий, я тоже хотел спросить про историческую перспективу. Если взглянуть, то поведенческие модели вот эти меняются, или они все равно повторяют друг друга? В человеческой природе незаметно есть константы. И это такие постоянные формы человеческого взаимодействия. Но я думаю, не будет привлечения сказать, что сегодня как раз мы проходим через довольно беспрецедентное время. Я говорю, конечно, не конкретно об этой пандемии, тут я с Николаем полностью согласен, а в принципе о времени, которое ставит перед человечеством довольно серьезный вызов. Потому что вряд ли когда-то в человеческой истории было время настолько очевидного распада сообществ, очевидного распада социальной ткани и настолько сильной атомизацией и, как это сейчас модно говорить, самоизоляцией. Вот в нынешнее время, вот сейчас с этим вирусным моментом, мы видим, чего может стоить такого рода отчуждение людей друг от друга, чего может стоить, например, приватизация систем здравоохранения, чего может стоить коммерциализация систем, которые всегда покоились на профессиональной компетенции, профессиональной экспертизе. И на самом деле недовольство вот этим взаимным отчуждением, оно зреет довольно давно. Ну, по крайней мере, лет последние, лет 20-25 уже точно. И вот сегодня возникает момент, когда этот вызов, он предъявлен, может быть, в наиболее радикальной форме. И именно от того, что происходит сегодня, собственно, и зависит, куда мы двигаемся дальше. Сможем ли мы преодолеть каким образом эту изоляцию или нет. Я бы смотрел на вот эти благотворительные действия, которые сейчас появляются с точки зрения того, насколько они позволят нам снова собрать вместе сообщество, снова людям почувствовать себя частью каких-то более общих коллективностей и поддержать это состояние за пределами пандемии. Но это может скрепить еще больше, да? То есть это может увеличить масштаб этой деятельности, правильно? Да, я, честно говоря, думаю, что сегодня самый интересный вопрос, вот в данный момент самый интересный вопрос про пандемию, стоит не в том, победит ли человечество ее или нет, я думаю, никаких особых сравнений по поводу нету, а в том, кто ее победит. И вот это пока вопрос открытый. С одной стороны, я могу победить государства, которые будут действовать методом тотальной изоляции людей друг от друга, установления надзора, строгого контроля и санкционирования. С другой стороны, я могу... Средневековья, о котором я говорил. Я не уверен, что Средневековье, это достаточно современные техники. Но параллельно с этим есть и другой агент, который мы видим. Это достаточно сознательное гражданское общество, которое, собственно, и в России, мы видим, пока что ведет себя вполне сознательно и пытается преодолеть этот вирусный момент на солидарность. Вот кто из них возьмет вверх и будет ли между ними, в принципе, конфликт, они как-то смогут друг друга понять, это пока, по-моему, вопрос открытый. Чья партия победит, да, узнаем. Вот, Ольга, скажите, как специалист по возрождению, возрождение же тоже и благодаря, в частности, кризису возникло. Есть ли тут какие-то параллели, можно ли порассуждать на эту тему? Да, конечно, параллели можно провести. Я совершенно согласна с Григорием в том, что одним из главных мотивов благотворительности, частым случаем, который является меценатство, всегда было стремление ощутить и подчеркнуть свою причастность и принадлежность. И действительно, я согласна с Григорием, что сейчас это очень актуальная потребность, которую многие испытывают на самых разных уровнях. И, конечно, вот то урбанистическое общество, про которое мы знаем больше всего в эпохе позднего Средневековья или Возрождения, оно демонстрирует тоже стремление. Те люди, у которых есть, ну, с одной стороны, привилегии, возможности, они стремились реализовать вот это чувство причастности, принадлежности, то, что мы бы сейчас называли социальной ответственностью за свой город, свою родину, вот таким образом. Но я бы хотела отметить, что все-таки меценатство и благотворительность – это не совсем одно и то же, да, это разные вещи. У нас сейчас пока такая более общая дискуссия благотворительности. Да, их даже в праздники объединили вместе, и нету понимания, да, в чем разница. Можно это тоже, да, проговорить, конечно, это важно. Ну, да, если говорить об отличиях, то, если мы откроем словари, то меценатство обычно определяется как там бескорыстная и щедрая поддержка искусства, науки и культуры. И, то есть, это не совсем про, ну, вот, да, такое, то, что важно для всех, это все-таки про гораздо более локальные вещи, и тоже мы там можем говорить о том, что всегда ли это, всегда ли это должно быть бескорыстно, всегда ли это должно быть изначально ради общественного блага, или иногда отлично работает там и становится меценатством то, что человек делает там для себя, вот. Но это как отдельный частный случай. Да-да-да, а можно ли говорить о количественных показателях, вот даже вот Галина я могу уточнить, Галина можно уточнить, вот наш нынешнее время, нынешний период, он как-то по количественным, опять же, показателям, по количеству тех самых пожертвований и благотворителей он отличается от предыдущих, или, в принципе, всегда эта статистика ровная? Ну, если говорить вообще вот за последние 30 лет, собственно, возрождение благотворительности произошло с начала 90-х годов, которая, она очень постепенно развивалась. Конечно, после такого перерыва, когда у нас действовал другой тип государства, почти 70 лет, мы не можем говорить, что она достигла уровня благотворительности 19 века, когда, в общем, Россия на мировом уровне действовала и по количеству пожертвований, и по количеству тех людей, которым оказывалась помощь. Ну, вот мы даем такие данные, там, за 1910-1912 год, например, у нас данные, что на 120, там, 130-140 миллионов населения помощь оказывалась 4-5 миллионам. Вообще во всех странах это подсчеты социологов, статистиков 19 века. 5% населения, оно всегда будет за чертой бедности и всегда будет нуждаться в поддержке. Что касается терминологии, Ольга очень правильно заметила, что благотворительность и меценатство – это разные вещи, потому что меценатство – это пожертвование только на поддержку культуры, науки, вот культурных потребностей человечества. Но я бы еще сказала, что существует, еще разделение существует в современном обществе – это социальная политика и благотворительность, в которую включено меценатство. И они отличаются под стылем, по финансированию. И сейчас в обществе очень часто этот вопрос возникает, потому что люди, например, возмущаются, почему я должен детям кидать по 100 рублей смс-ками, если я плачу налоги, и государство обязано этих детей лечить без всяких моих смс-ок за 100 рублей. Мы часто это слышим, правильно? Да. Это вопрос такой теоретический, этический, я бы сказала, потому что действие государства закреплено законодательно, и большинство государств, получая последние 150 лет, помогает только трем категориям населения. Те, которые сами не могут заработать. Дети, старики, инвалиды. Если ты можешь сам заработать, ты уже не клиент благотворительности. А благотворительность – это скорая помощь, когда богатые частные лица помогают бедным гражданам. Это помощь в условиях катастроф. Военные действия, землетрясения, наводнения и так далее. То есть эти два потока финансовых, они дополняют друг друга. Одно не может заменить другое. Да. А если говорить о закономерности, можно ли вообще в этом вопросе, таком тонком, как мы сейчас обозначили уже с вами, наметить и ощутить какую-то закономерность. Есть ли корреляция между экономической ситуацией и статистикой вот этих пожертвований. Вот я вам приведу пример для этого. Исследование Благодарительного фонда развития филантропии в 2019 году сделано. Посвящено изучению трендов как раз благотворительности за 10 лет всему миру. И в исследовании там много 127 стран прилили участие. В общем, исследовали поведение донора благотворительных организаций. Три тезисы. Насколько люди готовы жертвовать незнакомцам, которые оказались в беде. Насколько регулярно люди жертвуют. Насколько высок уровень волонтерства. И, кстати, результаты довольно-таки противоречивые. Вот, например, самая щедрая страна в мире, ну, понятно, являются Соединенные Штаты. Но вот сразу после Америки расположены Мьянма, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, Шри-Ланка, Индонезия. Вот Мьянма уже звучит как-то экзотично немножко. Почему там такая благотворительность? А Россия, кстати, 118 место. И последнее, 127-е. Тоже, кстати, супердержава. А тем не менее Китай на последнем месте. США на первом, напомню. Вот как вы можете прокомментировать эти цифры? Тоже вопрос, конечно, ко всем. То есть, получается, никакой связи с экономической ситуацией внутри страны мы не наблюдаем. Николай, может, вы начнете? Николай? Не слышно вас, Николай. Не слышно, не слышно. Да, я слышу. Да, вот еще. Я хотел сказать, что вопрос еще более сложный. Дело не только в том, что, о чем говорили коллеги, Галина и Ольга, что меценатство, предварительность, они там отвечаются. И можно еще различные другие типы такого рода помощи выделить. Дело в том, что та боготворительность, филантропия, которая соединена вот в эти данные все, это много совершенно разных явлений, которые отличаются по культурному контексту, по региональному контексту. Так сказать, это все на самом деле беда такого макро-статистического подхода, который совершенно нечистителен к такого рода культурным различиям. И боготворительность, боготворительность и рознь. Если говорить, в принципе, о соотношении богатства, дохода, так сказать, богатства общества и отношения к взаимопомощи и боготворительности, то очень наиболее ярким примером вообще является пример, который вне вот этой статистики, это то, что в обществах типа охотников и соберателей, будь то, скажем, австралийские аборигены или, скажем, крестьянское общество, например, российские 19 века, которые, в принципе, очень широко применяют. Там, так сказать, без того, чтобы делиться друг с другом, там практически никакое действие не совершается. Будь то, так сказать, охота или какие-то другие экономические действия или просто даже передвижение пройти по территории. Так вот, с точки зрения вот этих всех статистических показателей, это общество крайне бедное. Они традиционно описываются в такого рода глобальных исследованиях как общество с очень ограниченными возможностями дворения потребностей. Тем не менее, так сказать, у них очень уровень взаимопомощи социологически или этнографически говоря крайне высок. Поэтому я хочу сказать, что я не думаю, что вообще-то с точки зрения сути дела, с точки зрения тех учета, тех форм взаимопомощи, которые совершенно в разных формах проявляются, в разных странах, так сказать, это не значит, что в Китае взаимопомощи нет, например. Они просто, она просто совершенно другие формы имеют, которые просто не ловятся такого рода статистикой. И тоже касается и России, между прочим. Поэтому единственный, какой вывод я бы сделал из этой картины, что ей не так... Она очень о конкретном виде активности, практике обыкновительной, но в целом ей не стоит нравиться. Да. И вот, Ольга, может, у вас уточню. Получается, да, Янма, опять же, я напомню, по этому исследованию, что в сравнительно буддийских странах уровень пожертвования остается высоким. И тут можно же говорить о роли религии, да, тогда в контексте пожертвования и дарения вообще этого института. Да, и что можете по этому поводу сказать? Ну, ничего не знаю про Мьяну, к сожалению. Но, действительно, если обратиться к европейской истории, к европейскому средневекованию, то, конечно, культурности, которые культурой культивируются, извините за эту футологию, они, конечно, очень важны. То есть, если сформирована социальная привычка жертвовать на тон и так далее, и это поощряется обществом, то, конечно, это будет работать. И я думаю, что у нас сейчас эти паттерны тоже очень активно создаются и будут работать. Это первая вещь. И второе, конечно, в нашей ситуации, мне кажется, очень важен личный выбор и такая личная эмпатия. Это каждый может проверить на собственном опыте. Ежедневно поступает масса запросов. То есть, всегда есть огромный выбор, на что пожертвовать, на что не жертвовать, и никто не в состоянии пожертвовать на все, наверное. И тут у каждого, каждому откликаются какие-то свои нужды, потребности. Кто-то хочет жертвовать на детей, кто-то на взрослых, кто-то на науку, кто-то на искусство и так далее. И этот личный выбор, но как-то он тоже культурально должен быть обусловлен. И, ну вот, там, если привести исторический пример, то люди Возрождения, они вообще очень хорошо себя осознавали, что там они зачем и из каких побуждений делают. Вот, да, знаменитый персонаж флорентийский Козимо Медича Старший, он свои деяния, которые мы сейчас расцениваем как меценатские, как благотворительные, он их комментировал следующим образом, зачем он это делает. Да, он это делает, во-первых, во славу Божию, во-вторых, ради чести своего города и, в-третьих, ради собственной славы. То есть, вообще-то, если к лишней позиции подойдем, какая-то неблаготворительность, да, у него есть расчет. Он сложный, да, у него есть духовная составляющая, у него есть составляющая социальная, и в нем есть составляющая личная. Ну, там, в православной культуре другое совершенно у нас отношение, там, к стремлению к личной славе и так далее, совсем не такое, как на Западе. Вот, но тем не менее, да, вот это, это тот, мы все, да, и в Мьянме, и у нас мы тоже можем покопаться в себе и найти причины, по которым мы это делаем. Григорий, тогда тоже хотел вас уточнить, получается такая иррациональная история, да, которая должна учитывать много факторов, статистика, статистики, не поддающиеся. Вот вы тоже согласны с мнением коллег, вот в таком скептическом немного подходе к этому конкретному исследованию? Да нет, это ничего иррационально, это просто плохое исследование. А тогда вот скажите, как надо было исследовать на ваш взгляд. Смотрите, это, в принципе, отчасти бич многих вот таких массовых опросов, которые проводятся кровскультурным образом, потому что независимо от, ну, проблема в том, что такого рода исследования, они всегда формируются и готовятся, изготавливаются в ограниченном числе стран, а дальше они проводятся по всему миру, и предсказуемым образом люди в разных странах мира совершенно по-разному понимают ваш вопрос. Значит, вот этот самый феномен Мьянмы, на самом деле, стоит просто в том, что в Мьянме, значит, очень активная, активная позиция буддизма, и Мьянма в этом рейтинге занимает верхнюю, верхнюю позицию по признаку, случалось ли вам жертвовать деньги на благотворительность. Просто вопрос в том, как вы определяете благотворительность. Мьянма – это очень бедная страна, не нужно думать, что там, значит, каждый гражданин Мьянмы с утра, значит, выделяет тысячу долларов на благотворительность. Просто в Мьянме по благотворительности понимаете нечто другое, чем, скажем, в Америке или в России. И такое родное исследование, конечно, требует очень тщательной калибрации вопросов, для того, чтобы по возможности снизить очевидный разброс в понимании того, что это такое вообще для людей. Все исследование построено на трех вопросах. Один из них – это случалось ли вам давать деньги, жертвовать деньги на благотворительность. Второй – случалось ли вам помогать чужаку, кому-то, кого вы не знаете, а чужому человеку. И третье – случалось ли вам работать волонтером на какую-то организацию. Во всех странах мира все три вещи, значит, очень разные вещи. Это совершенно разные практики, которые только формально могут казаться одинаковыми, на самом деле являются совершенно разными. Ну, там, для людей, которые, скажем, занимаются, там, увлечена в деятельность религиозной организации, вот это волонтерство, оно имеет совершенно другой смысл, чем для стандартов гражданина Америки, который решил, что он сейчас пойдет и на что-нибудь пожертвует свое время. Это только один пример. Или там подумайте о двойственном смысле слова «волонтерство» в России. Да, с одной стороны, есть гражданское движение, с другой стороны, есть большая государственная машина рекрутинга волонтеров. Поэтому все эти вещи имеют очень разный смысл в зависимости от контекста. И такой рода сравнительные исследования, честно говоря, вот в таком виде, в котором оно проведено, большого смысла, по-моему, не имеет. Что мне кажется интересным, тем не менее, исходя из того, что это исследование, в принципе, проводится. Я начал с того, что эти исследования всегда инсуируются более-менее в одних и тех же странах. Ничего тут удивительного нет. Ну, Мьянма – это некоторый странный эффект. Либерия возникает на первом месте по одному из параметров. Но ничего удивительного, что на первом месте находится Соединенные Штаты Америки в этом рейтинге. Потому что та модель благотворительности, которая зашита за этими тремя вопросами, это, в общем, модель, конечно, американского общества. Это модель общества достаточно атомизированного, в котором, тем не менее, каждый атомизированный гражданин считает необходимым бросить копеечку. Это модель общества, которое, как мы сейчас видим на примере пандемии, в общем, практически лишено институтов социального страхования, которое очень слабо с точки зрения поддержки людей в тяжелой ситуации, которое, в общем, полагается на добрую волю отдельных индивидов. И вот здесь, да, я сейчас закончу свою реплику, я бы вернулся к тому, что сказала Ольга, к тому, что, ну, вот, благотворительность или дарование, сам по себе дар, вообще говоря, довольно амбивалентная штука. Ну, вот, там уже была ссылка на словарь бенвениста. Известный феномен для всех, кто занимается даром, стоит в том, что по-английски дар будет gift, но слово gift имеет значение яд в немецком языке. Это не случайно, разумеется, два бритских языка, потому что в даре, конечно, есть вот этот элемент яда. Тот, кому мы дарим дар, в общем, оказывается, в некотором смысле отравлен нами. Здесь, конечно, есть момент, связанный с неравенством, с тем, что я оказываю тебе некоторое благодеяние, и тем самым, конечно, я возвышаю себя по отношению к тебе. Это нормальное человеческое отношение. Я, в общем, требую некоторого признания своей благотворительности перед тобой. И есть две разные модели, которые имеют смысл различать. Одна как раз вот модель, которая связана с частной благотворительностью, где, грубо говоря, богатые люди дарят копеечку бедным, покинутым и отверженным. И другая модель, которая все-таки базируется на социальной солидарности, и на том, что работают какие-то институты, которые держат общество вместе. И тут этот вопрос, который Галина поднимала о том, с какой статьи я должен платить, с какой статьи я должен жертвовать, если я, в принципе, живу в обществе, которое вообще-то, по идее, не должно бросать людей вокруг меня на произвол судьбы, этот вопрос становится снова актуальным. А вот эти вот модели благотворительности, вот этой вот социальной поддержки, они отличаются все-таки, вот если говорить уже не в контексте этого исследования, а вообще от культуры, от религии, от культурного хода, паттерна поведения в той или иной стране? То есть благотворительность – это уже как следствие того, что заложено в этом, что ли, ДНК нации? Или наоборот? Ну, про ДНК я, конечно, не говорил бы, но действительно есть там разный уровень солидарности и разные формы взаимопомощи. И, конечно, ну, опять же, вот сейчас отличная антка, когда мы видим, что есть страны, в которых уровень солидарности более высок, и там отношения благотворительности, они выстраиваются между людьми некоторым естественным образом. Есть страны, в которых, да, это отношение приобретает такой иерархический характер. То есть это, в общем, богачи, которые жертвуют что-то беднякам, и тем самым, на самом деле, их статус… Ну, то есть их статус же не сокращается от того, что их богатство стало меньше, их статус только растет. То есть есть благотворительность, которая способствует росту неравенства, и мы знаем такие страны. И есть благотворительность, которая, в общем, работает скорее на снижение этого неравенства и на интеграцию сообщества. Это очень важная развилка. Я бы тоже присоединился к коллегам в том, что слово «будворительность» вроде такое очень приятное, но оно может быть очень неоднозначным. Да, вот для коллег тоже хотел уточнение. Да, есть? Да, Николай? Да, я хотел сказать, что да, я совершенно согласен. И более того, здесь не только вопрос о разнице между странами и культурами, но и также разница внутри данных культур и стран. С одной стороны, например, я не говорю о США, например, Британия — это страна, которая, с одной стороны, классическая страна такого неолиберальной атомизации, а с другой стороны, буквально дней, меньше чем недели назад, там добровольно большое количество пенсионеров, врачей и медсестер вернулись в медицинскую систему, вышли на работу. Причем это же все-таки пенсионеры, это люди, которые не просто уже не работают в системе национального здравоохранения, а это также люди, которые принадлежат этой группе риска. И здесь, конечно, мы видим, насколько в одной и той же культуре, которая, в общем-то, очень сильно была колонизирована такой вот атомизирующей неолиберальными ценностями, что каждый из себя, и вот есть еще такая благотворительность, которая подхватывает вот эти некоторые какие-то, дает крохи богатства и так далее. С ней соперничает другая модель солидарности и социальности. И даже премьер-министр Джонсон сказал, что то, что говорил Тэтчер, что общества нет, есть только индивиды. Этот кризис и эпидемия показывают, что это не так, что общество есть, и вот оно, общество, проявляющееся в таких примерах. Хотя он сам, в общем-то, классический последователь Тэтчера. То есть хочу сказать, что эти идеологии, они находятся, их много, их не только две такие модели, но они находятся в противоборстве в одной отдельно взятой культуре или в одной отдельно взятой стране. Я хотела бы... Да, Галина. Значит, я хотела бы следующее дополнить. Если мы будем исторически смотреть на религиозные, вот мы говорили о мьянме, но это общество, где религия играет большую роль или религия играет меньшую роль. Ну, скажем, в XIX веке общества были относительно религиозные везде в Европе. И еще с тех времен в любой религии существует понятие десятина. Десятины, которую человек религиозный должен отдать на общее благо. Это и в иудаизме, и в мусульманстве, и в христианстве. Это все в Библии существует, в священных текстах и так далее. И причина, когда ты не можешь отдать. Например, в иудаизме ты должен отдавать десять, десятую часть. Но ты не должен отдавать только в том случае, если это повредит твоей семье, что твоя семья окажется беспропитальной. Вот такие. Что касается общины. Значит, в русской общине, которой принадлежало, там, скажем, 60% населения, условно, такой процент по XIX веку, существовали обычаи помощи. То есть в любом случае дом ремонтировать, пожар там, речку закрудить, мост построить. Существовали такие традиционные механизмы, когда все мужчины деревни или все женщины деревни должны выйти, независимо, так сказать, хочет он, не хочет. И это все на уровне рефлексов, если грубо говоря. И уже в XIX веке это все было записано в законодательстве. Что взаимопомощь, что человеку, оказавшемуся в какой-то плохой ситуации, в сельской местности, должна община оказывать эту помощь. Если вернуться к религиозным воззрениям, то, ну, я возьму христианство, оно прямо провозглашает обязательность благотворительных пожертвований. А для богатых эта обязательность усугубляется по причине греховности богатства, что не раз подчеркивается в Библии. И там притчи такие евангельские о милосердном самаряне, не о безумном богаче, о наказании жестокого богача. И вот это все время дилемма, попадешь ты в рай или попадешь ты вам. Нам сейчас может быть смешно, мы люди уже такие атеистически, в общем-то, воспитанные. Но для людей еще сто лет назад это имело большое значение. И вот про православие, я хочу сказать, был такой Иоанн Златоуст, проповедник знаменитый в IV веке. Эти назидания, они были популярны в последующие 15 лет. Он считает, там по-другому идет. Ты помогаешь не потому, что ты должен кому-то сделать хорошо. Ты должен сделать хорошо своей душе. Ты должен воспитывать свои человеческие качества, преодолевать жестокосердие. То есть, понимаете, это ты работаешь над совершенством своей души. Это первая причина. А уже поможешь ты, не поможешь, это как бы следствие этого. И Он говорил, даешь серебро, а получаешь отпущение грехов. Избавляешь бедного от голода, и Он избавляет тебя от гнева Божия. То есть, это другой подход, чем у нас сейчас. Что кому-то помочь, потому что ему плохо. Ты помоги своей душе прежде всего. Живи честно. Ну вот, это тоже интересно. Помочь самому себе, да, это интересно. Ольга, у вас есть, что вот в этом контексте добавить, или мы идем дальше? Ольга? Да, думаю, мы можем двигаться дальше. Да, я хотел напомнить для тех, кто только что присоединился, вы смотрите онлайн-трансляцию «Гаража». Констатация дара, говорим о современных проблемах, связанных благотворительностью, дарением, взаимопомощью. Вы можете, кстати, тоже помочь эндауниту музея «Гараж» и перечислить туда прямо сейчас в эфире ваши донейты, и задавать вопросы по теме дискуссий, которые в конце я задам нашим спикерам, переадресую. Вот в контексте того, о чем мы сейчас говорили, вот Галина, в частности, я бы хотел уточнить у наших экспертов вопрос вот этого естественной природы, что называется, дарения. Можно ли сказать, что мы, человек и общество, в первую очередь, без благотворительности просто бы не смогло существовать, и так заложено условно природой, то есть это такая форма выживания, то есть жить хорошо, о чем мы сейчас говорили, жить честно, это вот такая форма, навязанная традицией, природой, и естественная, носящая естественный характер. Вы согласны с этим движением? Николай, может, вы начнете? Ну, здесь мы уже, Галина, кажется, упомянула Петра Кропоткина, который в начале XX века написал книгу о взаимопомощи как фактор революции. Вот с его точки зрения, это не только человеческая природа, но вообще природа. То есть, если мы почитаем эту книгу, то она начинается с взаимопомощи, собственно говоря, среди животных. И с его точки зрения, это некая действительно константа природы. И более того, в каком-то смысле, в данном случае взаимопомощь совсем не является никаким электроническим даром. Почему? Потому что это фактор эволюции, это, собственно говоря, фактор выживания. Тот, кто помогает друг другу, тот выживает более успешно. То есть здесь, в общем-то, есть совершенно прагматическая причина из всего точки зрения, так сказать, того, почему это часть природы. Но, опять же, я так же как по отношению к статистическим исследованиям филантропии, я здесь скажу, что, конечно, проблема такого рода подхода в том, что действительно здесь складываются вместе такие разные вещи, как взаимопомощь и дарение совершенно различных обществ, которые, на самом деле, не очень сравнимы с точки зрения современной антропологии, социальной, культурной науки, которую, в общем-то, я главным образом представляю, которую я занимаюсь и сегодня представляю здесь, консенсус научный в том, что нет не только некой единой природы, но также нет, скажем, человеческой природы и вообще, так сказать, единой природы, но также и нет единого, как некого постоянного, так сказать, как константы понимания, что такое взаимопомощь, что такое дар, что такое боготворительность. Это все очень чрезвычайно изменчиво культурно. То, что гифт, дар, это также в германских языках, и яд, это так в немецком языке и в английском языке, но не так в других языках. То есть здесь эти понятия, они чрезвычайно варьируются, чрезвычайно широко. Поэтому все-таки сейчас, я думаю, что антропологический консенсус в том, что такой некой единой модели человеческой природы все-таки нет. Ольга, вот вы тоже упомянули по Медичи, да, и действительно мы в контексте истории искусства тоже невозможно отрицать этот тезис про фактор эволюции, выживания, да, и без этого ничего бы и не было, скорее всего, да? Ну, я бы хотела акцентировать внимание на такой личной и личностной природе того, что мы называем меценатством, удовлетворительностью, что это всегда личный выбор, и это некое личное видение того, чего не хватает в стандартных отношениях. Я вот перед эфиром стала перебирать какие-то кейсы известные, ренессансные, думать, а вот что из них в реальности вписывается, там, собственно, меценатство, вот в таком его идеалистическом определении, как нечто абсолютно бескорыстное, там, изначально нацеленное на общественное благо, без всякой личной выгоды. И в «Возрождении» совсем немного нашла таких примеров, вот, но зато обратила внимание на то, что все хорошее получается тогда, когда человек в этом лично заинтересован. И здесь, может быть, более важными, актуальными примерами будут примеры российских музеев, да, и Третьяковской галереи, и музеи, которые были созданы усиленными личными Ивана Владимировича Цветаевой музея, которые мы теперь знаем как имени Пушкина. И эти истории хорошо очень документированы, гораздо лучше ренессансных, и в них мы видим, как много личного труда, личного энтузиазма, личной веры вкладывают люди, когда они видят необходимость для себя лично и для общества в целом, необходимость в появлении чего-то, чего в этом обществе нет, да, вот в данном случае, там, коллекции, музеев, общественных институций нового типа. И все их усилия и их личный выбор, он связан с восполнением этой лакуны. И, в принципе, можно говорить о том, что это личный выбор, да, который находит место за пределами действующих рыночных и каких-то общественных отношений. Вот то, чего эти стандартные отношения экономические и общественные не могут породить, создать, обеспечить, да, вот это притягивает к себе личные усилия, там, дарителя, благотворителя, мецената, и он это реализует. А можно здесь добавить? Да, конечно, да. Я согласен абсолютно, но при этом, если мы возьмем, не знаю уж, как эпоху Медичи и итальянское возрождение, но если мы возьмем сегодняшний мир и, например, фонд, благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, да, это глобальная машина, это институт, который, бюджет которого огромен, сравним с, наверное, бюджетами каких-то государств, это машина, которая, конечно, связана с предпочтениями и теми желаниями, которые конкретно Билл Гейтс хотел бы воплотить в жизнь, но на самом деле сегодня у благотворительности есть глобальная институциональная логика, это фонд, в котором трудоустроено огромное количество людей, которая представляет собой машину, которая, с одной стороны, ориентирована на совершенно определенные задачи, там есть свои предпочтения, так сказать, медицинские, есть огромное количество стипензий и так далее, и так далее, вот, но вместе с тем это все-таки в сегодняшнем мире это вещь, которая очень далека от вот этих вот личностных, мотивирующих, личностно мотивируемых фактов, о которых вы говорите, может быть, это тоже отличие и с эпохой конца 19-го, начала 20-го века, о котором Ольга говорила. Да, примета сегодняшнего времени. Тут как раз можно затронуть вопрос о том, что медицинарство для бизнесменов, действительно, вот как это, если продолжить вашу мысль, стало способом экономии, да, что ли, то есть есть же закон, который в разных странах по-разному, наверное, звучит, но все-таки есть закон, который снимает корпорацию самоналоговое время, если не снимается благотворительностью, то есть вот об этом, да, именно стимуле, об этом катализаторе вы говорите. И да, и нет, потому что, с одной стороны, несомненно, что благотворительность, это бизнес, это такой способ ухода от налогов, с одной стороны, это несомненно так. С другой стороны, к этому нельзя все сводить, так сказать, это благотворительность, которая имеет множество совершенно разных смыслов, и для, скажем, Билла Гейтса, как главы, так сказать, этого фонда, это, так сказать, как бы одна мотивация для людей, которые работают в этом фонде, отбирают кандидатов на стипендии или кандидатов на то, чтобы финансировать медицинские исследования, это совершенно другая мотивация. Здесь очень много всего. То, что я хотел, то, что я хотел подчеркнуть, чем был смысл моего, моей реплики, это то, что это, дело не в том, что это такая форма рыночной экономики сегодня, хотя это так тоже, но я хотел сказать, что это просто вещь, которая не совсем связана с личными предпочтениями основателя фонда даже, а это такая машина, которая очень напоминает государство, которая распространяется по всему свету и, так сказать, и работает как очень мощный и совершенно не личностный институт. Это просто такая огромная контора, в которой работает очень много народа. Я хотел вот это подчеркнуть, чтобы даже больше стабильного. Да, Григорий, вы как-то рекомментируете вот эту вот точку зрения на медицинацию, на благотворительность, как вот этот формообразующий пласт культуры, статализатор развития общественных процессов, институтов и сопоставив его с этим личностным фактором, о котором говорил вы, Николай и Ольга. Ну, мне немножко проще, чем Николай. Я так раз считаю, что некоторые, пускай условные константы в человеческой природе все же есть. И, да, действительно, люди, в общем, стремятся друг к другу. Есть какая-то такая естественная социальность, есть направленность друг на друга. Она, безусловно, амбивалентна. Я, в общем, тоже не небольшой поклонник слова «альтруизм». Она обычно, вот эта позиция между эгоизмом и альтруизмом, если угодно, на ее преодолении была построена вся антропология, вся культурная антропология, на трансформу, что она примитивна и слишком наивно представляет человека. Тем не менее, люди стремятся друг к другу, они стремятся к тому, чтобы помогать друг другу, конкурировать друг с другом, взаимодействовать друг с другом и, в общем, стремятся к тому, чтобы создавать некоторые социальные объединения. И по этой причине отношения какой-то жесткой конкуренции, переходящей в войну между людьми, конечно, безусловно, не имеют места, но человеческие общества не могут держаться постоянно на этих отношениях. Поэтому, скажем, один из важных теоретиков Дара, Карл Палани, говорил, что по этой причине в человеческих обществах обычно не торгуют хлебом. В смысле, последним хлебом. То есть последний хлеб не является приведом торговли. Если это случилось, то, в общем, считайте, что, скорее всего, имеет место беда. В этой части, я думаю, что это какая-то универсалия. Но в современном виде, еще раз, нужно отделять друг от друга разные формы того, что мы называем благотворительности. Современные фигуры благотворителя, вот этого самого крупного капиталиста, который выбирает себе некоторую область, в которой он тратит деньги, да, и мыслит ее, как правильно говорит Николай, как инвестиционный проект, в который он вкладывается, который функционирует по некоторой бизнес-логике. Действительно приобретает от этого символический капитал, да, то есть он как бы эти деньги отдает, приобретает символический капитал и на самом деле приумножает свое состояние. Понятно, что такая модель, в общем, работает на воспроизводство крайних форм неравенства между людьми. Без таких форм благотворительности, мне кажется, общество долгое время обходилось и спокойно может обойтись и в дальнейшем. Падкость на такие формы возникает, скажем так, какое-то невероятное уважение к толстосумным, которые выкидывают гигантские деньги на вроде бы неплохие дела, возникает, как правило, как раз там, где неравенство нормализовано. В условиях, когда неравенство не очень нормализовано. Сам по себе такой поступок, в общем, ну как бы, если он ритуально не оформлен, то он начинает выглядеть странно. Галина, вы... Вы знаете, я хотела бы сказать вот о нескольких вещах кратко. Значит, первый вопрос. Я бы не преувеличивала роль освобождения от налогов. Во-первых, в XIX веке и вплоть там до Второй мировой войны никакого особого освобождения от налогов, даже на уровне крупных корпораций, его не существовало вообще в мире. Это уже явление вот нового времени. Во-вторых, то, что касается, значит, в России, наоборот, люди жертвовали и с них брали еще налоги с пожертвования. Они выплачивали огромные деньги. Я пишу в своей книге, как Павел Михайлович Третьяков с него... Он пожертвовал Третьяковскую галерею, и с этого пожертвования с него брали каждый год. И потом юристы Московской городской думы писали в кассационный департамент правительствующего Сената, чтобы им вернули эти деньги. Их вернули только через 8 или 10 лет, 200 тысяч рублей, огромные деньги. Их вернули назад. То есть это законодательство, оно... Законодательство вырабатывается человечеством в борьбе, понимаете? Никакой законодатель не будет делать что-то такое приятное для всех. Вот. Значит, вот этот момент. В России законодательство тоже до недавнего времени не существовало по освобождению налогов. Это буквально вот последние несколько лет. Причем сейчас даже так. Если вы пожертвовали три раза по 100 рублей смс-ками, и у вас это подтверждено документами, вы можете пойти в налоговую инспекцию, оформить возврат вот этих пожертвований из ваших налогов. Вы знаете, вот такой вот закон интересный. То есть каждый частный человек. Второй вопрос. Вот Ольга затронула очень важный вопрос. О меценатстве, о благотворительности самых богатых людей. Значит, первый вопрос. Как мы рассматриваем на русских купцах? То есть это уже второе-третье поколение купцов. Это образованные люди. Это не вот не те, которых описывал Титыч, которых описывал Островский. И Третьяков, и Бахрушин, и Щукин. Вы знаете, если мы посмотрим их культурный уровень, они были умнее и воспитаннее любого современного профессора. Просто по уровню знаний, по владению несколькими иностранными языками. Но у них было домашнее обучение. К ним на дом ходили профессора Московского университета. Если современному ребенку будут пять лет ходить профессора Московского университета обучать, он тоже, наверное, к какому-то уровню. И в этом случае вот это собирательство, коллекционирование, это маркер принадлежности к особому кругу, богатому, культурному, с тонким вкусом, принадлежность к элите, принадлежность показателю высокого статуса. Почему не делали предыдущие поколения? Потому что богатство в купечестве накапливается очень медленно. Это не шальные деньги постсоветского периода. Понимаете, когда мы начинаем говорить, вот постсоветский период, вот эти все наши миллионеры – это советские люди. У них психологии нет миллионеров. Психология миллионеров, она складывается на втором, на третьем поколении. Очень постепенно складывается. И на втором, на третьем поколении человеку уже голое накопительство, оно его не удовлетворяет. У наших бизнесменов в 90-е годы, в 2000-е, у них цель стояла одна – голое накопительство. Это советские люди, выросшие в пятиэтажках. Понимаете, у них другая была мотивация. Это надо понимать. Вот. А для купцов того времени деньги давались очень тяжело. Я как-то раз сказала, сказала в интервью, и потом прочитала, сама смеялась. Я сказала в интервью такую фразу. Благотворительность никогда не означала, что все стояли с унильными лицами и отдавали деньги налево и направо. Человек, который заработал деньги тяжело, в течение 30 лет у него фабрика, ему нужно оборудование менять на фабрике, платить. Он там железных дорог еще нет. Он едет на лошади, на Нижегородскую ярмарку торговать тканями. Там разбойники идут в этих Владимирских лесах. Помните, вот там Владимирские разбойнички, вот это все. Это же песни не случайно возникли. Прохоров купец, это трехгорная мануфактура. С 15 лет он ездит на ярмарки, это первое четверть 19 века. И он писал, мне неоднократно угрожала смерть, но и Бог сохранил меня и сверкало у моей шеи лезвие ножа разбойника. Разбойник его обокрал, дал. И вы понимаете, в таких условиях человек 30 лет паше зарабатывает эти фабрики, у него производство, ему надо хлопок из Америки привезти, обо всем договориться, чтобы эти корабли не утонули. И он не побежит эти деньги отдавать. Он будет отдавать деньги, если он достиг какого-то предела, когда он уже имеет какие-то деньги свободные, чтобы отдать. Понимаете, это тоже надо понимать психологию в разную эпоху. Миллионеров шальных денег не было. Спасибо, Галина. Хотел напомнить, кто подключился, это констатация Дара, онлайн-дискуссия в музее Гараж, приуроченная ко дню благотворительного макината, который весь мир сегодня отмечает. Пожалуйста, тоже становитесь дарителями, жертвуйте донейты вашей эндаумент в музее Гараж прямо сейчас в эфире, во время нашего разговора. Ну и присылайте свои вопросы, которые скоро, я надеюсь, если вы там задали их, мы проверим сейчас этот момент. Я переадресую нашим спикерам. Я бы хотел в продолжении этого тоже всем задать такой общий вопрос про то, как сегодняшний диджитал мир, сегодня мы у него особенно сильно поклудились в эпоху пандемии, меняет контуры и принципы вот этих механизмов дарения. Мы понимаем, что благодаря технологиям механизм дарения упростился, опять же, даже смс, клик на телефоне, привязать банковскую карту. Даже в музее Гараж в том же самом существует очень много способов поддержать тот же самый музей. Это и патроны, и партнеры, и тот же эндаумент, и программа лояльности. Очень много, в общем, форм. Такое вообще мультиформатное время наступило, когда ты можешь быть благотворителем во всем, и меценатом одновременно в культуре, и благотворительным в целом. То есть, как вы считаете, сегодняшний мир, несящийся на высокой скорости, диджитал мир, все-таки он меняет эти контуры благотворительных? И вот вопрос ко всем, кто первый готов начать. Ну, я могу начать. Давайте. Значит, это называется у нас по-научному дигитально опосредованной практики. И вот эти, значит, дигитальные практики. То есть, когда ты в каких-то ситуациях действуешь через интернет, через компьютер, разные приспособления, оно тоже может проявляться в разных формах. И это фактические явления последних 15 лет. Значит, если мы будем говорить о структуре, вот я вернусь к этому обследованию, где Россия на 117 месте. Понимаете, это смотря какие факторы. Конечно, мы не можем этого принять, потому что смотря какие факторы считаются. Значит, как мы считаем благотворительность? Благотворительность считается структурно по таким параметрам, например. Количество капиталов переданных. Второе. Количество некоммерческих организаций, которые, например, уже в 2000-е годы, было их 35 тысяч. Это Институт мировой экономики международных отношений. Количество вовлеченных в помощь людей. Количество людей, которым оказана помощь. Соотношение вот этих параметров, кто нуждается в помощи и кому оказана. И когда мы начинаем вот эти дигитально опосредованные практики, они тоже включают не только СМСки, не только передачу денег. Очень часто это практики, когда люди собираются в какие-то сообщества и, например, вот сейчас пример, носят продукты пенсионерам, которых родственники живут в другом районе или вообще нету людей, которые могут им принести продукты. То есть вот эти практики опосредованные. Вот. Я очень высоко ценю, вот как историк благотворительности, ценю вот эти вот интернет-пожертвования, потому что на сайтах благотворительных организаций, ну, я вот сама скажу, куда я сама деньги перечисляла. Это Росфонд, например, крупная организация. Это Помоги Орг, то, что Антон Носик тоже устроил в свое время. На эти сайты устроены так, что вы видите, кто пожертвовал, сколько пожертвовал. Это адресное, четкое адресное пожертвование. Поступает ребенок, выставлены все документы на этого ребенка и идет счетчик получения денег. Ну, в общем, проще становятся механизмы, упрощают, в общем, эту систему. Вы знаете, они упрощаются для молодых поколений. Но я, например, знаю, что вот у меня знакомая есть, 98 лет. Она просто сыну поручила. У нее пенсия там 23 тысячи уже в таком возрасте, знаете, в Москве пенсии там индексируются после 80 лет. Она сыну 15 лет назад поручила каждый месяц, чтобы он по 500 рублей от ее пенсии брал и уже вот таким способом перечислял. Но я должна вот на каком моменте, почему 117 место. В России очень скрытая есть форум, очень скрытая благотворительность. У нас много неучтенной благотворительности, анонимной. И вот по этим фондам, когда мы видим, как двигаются пожертвования на каждого ребенка, мы видим, что у нас 15, 30, 40 процентов люди называют в лучшем случае свое имя. То есть люди анонимно же... Анонимность, да, сохраняют. Я понимаю, да, понимаю. Каин, хотел спросить еще других участников на этот же вопрос, который задал до этого, потому что у нас остается не так много времени уже. Григорий, вы как ответите про ускоряющиеся технологические процессы, как они отражаются на нашей тематике? Знаете, люди, которые осуждают о технологиях обычно делятся на технооптимистов и технопессимистов. Я себя причисляю к технонейтралам. То есть я считаю, что технологии сами по себе вряд ли способны быть каким-то автономным фактором. Безусловно, появление разных технологий дарения и жертвования облегчило тот реальный запрос, который уже существовал. причем там можно говорить, на самом деле, когда мы говорим про цифровые технологии, можно говорить не только про вот эти простые технологии жертвования, которые сейчас развиваются, но и про какие-то такие более фундаментальные вещи, типа, например, peer-to-peer сетей, которые тоже построены на принципах дарообмена. В общем, жертвования ничего, это скорее такое постоянное включение в дарообменный оборот. То, о чем вы говорите, вот там случаи жертвования по СМС или какая-то небольшая подписка регулярная там и так далее. Это, на самом деле, скорее просто позволило реализоваться тем тенденциям, ну, по крайней мере, если говорим про Россию, которые и без того существовали. Мы несколько лет назад делали исследование, которое касалось как раз, в общем, долговой и дарообменной морали в России. И одна вещь, которую я усвоил из этого исследования довольно твердо, состоит в том, что, ну, есть, наверное, такое представление, что и в принципе в капиталистическом мире, да и особенно в России, люди, в общем-то, такие довольно жадные, прижимистые, не хотят жертвовать. Это не так. Гораздо более серьезная проблема, как ни странно, состоит в том, что люди обычно не готовы просить о помощи и принимать дар. А почему? Потому что... Ну, у нас было полно респондентов, которые все время говорили о той же формулы, что я вот ни у кого ничего никогда не прошу, я никогда ни у кого ничего не принимаю. А при этом на вопрос, а как бы готовы ли вы что-нибудь дать, я говорю, ну, конечно, ничего проблемного. С удовольствием и даю, и буду давать, и так далее. Принимать, на самом деле, как ни странно, сложнее, чем дарить. И в этом, если угодно, парадокс благотворительства. Потому что тот, кто принимает, в общем, попадает автоматически в некоторое подчиненное положение. Это даже и в сфере меценатства можно увидеть по тем непростым отношениям, которые всегда выстраиваются между жертвователями и культурными институциями, которые всегда находятся в состоянии такой как бы условной очень автономии от своих жертвователей. И люди, на самом деле, боятся принимать, потому что они боятся попадать в зависимое положение. Для нас это было объяснением того, почему в России активно развивается потребительское кредитование. Но если мы говорим о сегодняшнем нашем вопросе, то те цифровые механизмы, которые появляются, они, по-видимому, не решают тот самый главный вопрос, связанный с тем, что между дарителем и принимающим дар есть какая-то фундаментальная асимметрия. В нынешних условиях между ними есть большое недоверие. Интересно, могут ли быть какие-то механизмы, которые эту проблему решают. Да, интересно. Ольга, как вы считаете, есть ли все-таки различия в условиях, если бы Медичи оказался в наших условиях, он бы был другим Медичи? Да, очень интересный вопрос. Нет, думаю, Медичи остался бы в общих чертах тем же, просто бы он действовал в новых предложенных обстоятельствах. Но я подумала вот о чем. Вот о дихотоме, которую Григорий ввел еще на начальных этапах нашей дискуссии, о том, что есть противоречия, некоторые, что есть благотворительность двух типов, есть такая благотворительность сверху вниз, как благодетеля, к жертве фактически, этой благотворительности. И действительно, эта модель была единственной, очень долгой, там все исторические периоды, которые я в том числе изучаю, они знали только одну эту модель, потому что общество было жестко сословлено. И ей Григорий противопоставил другую модель, которая усиливает горизонтальные связи. Вот, я думаю о том, не способствует ли доступ пожертвования, безусловно, стрыми доступными абсолютно всем, можно пожертвовать там 50 рублей на то, 100 на это, и так далее. Не способствуют ли они усилению горизонтальных связей? Это, конечно, должны сказать специалисты, но вот на такой сторонний взгляд, мне кажется, это помогает, и, возможно, такое самоуверенность в том, что можно собрать деньги на что-то, она послужит в какой-то мере заменой социального страхования, что ли. В старых обществах тоже были всякие формы социального страхования, типа банков на приданные дочерям, которые там в итальянских городах, куда делали пожертвования все отцы, чуть ли не с рождения своих дочерей, чтобы их там дочь не осталась бесприданной, и так далее. Да, вот, возможно, это быстрый интернет, быстрый интернет, так что функционирует. Да, 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 немножко зависли в конце, но мы поняли, поняли. С Николаем! Я хотел просто на один аспект обратить внимание, отталкиваясь от вопроса о том, меняет ли что-либо сама технология. Здесь, с одной стороны, действительно, вроде бы нет, но, с другой стороны, все-таки мы не можем отрицать какие-то влияния определенных форм технологических. Например, то, о чем мы сегодня уже говорили, это то, что наша сегодняшняя жизнь характеризуется очень глубокой атомизацией. Так вот, этот уровень этой атомизации, он гораздо выше, если у вас смартфон, по сравнению с тем, если у вас, например, более старый кнопочный телефон. Очень часто, например, в Сибири, на севере Сибири, где я очень много проводил полевые исследования, там старого вида телефон использовался для того, чтобы передавать ресурсы через перевод денег с телефона на телефон между целым коллективом людей. А сегодняшняя технология, основанная на таких больших данных, которые позволяют нас проследить, где мы находимся, например, во время эпидемии, если мы, например, находимся в Москве или в Нью-Йорке или в каком-то другом большом городе, эта же технология, она гораздо более точно привязывает данный гаджет именно ко мне или к вам, но не к, так сказать, другим людям. То есть, в данном случае технология, с которой мы имеем дело, это не просто медиатор, как говорит Галина, практик наших социальных, о этой технологии, она также и создает определенную реальность, определенные практики. И, в частности, она достаточно явно усиливает вот эту атомизирующую составляющую нашей жизни, которая, между прочим, она, на самом деле, действительно интересным образом примерно на одной этаже, в случае, если мы делаем боготворительные взносы при помощи на переходах через телефон, или мы, допустим, просто участвуем в рыночных отношениях, и в том и другом случае мы выступаем как такие автономные индивиды. поэтому здесь технологии, с которыми мы имеем дело, задают больше вопросов, чем дают ответов по отношению к тому, собственно говоря, какое общество они производят, какие виды обмена в нем доминируют. Понятно. Можно добавить? Да, конечно. Если есть время, да? Значит, я бы хотел... Да, давайте я быстро скажу. Я бы для людей религиозного сознания 19-го века, даже 20-го. Я считаю, что вот то, что Грек Григорий очень интересно сказал, что люди не могут принимать помощь, но для людей религиозных эта проблема не стоит, потому что там как бы идет перетекание этих даров. Ты должен принять, ты можешь это принять, не обижая, потому что обида того, кто тебе дают, это тоже такое греховное, что ты обижаешься, но ты потом должен по цепочке это все передать. Я вот вспоминаю всегда случай про Анну Ахматова где-то там в мемуарах кто-то вспоминал, что Анна Ахматова вот это после войны или да, она пришла к кому-то в гости и была в хорошем настроении. Ей говорят, а что? Она говорит, да мне что-то сердцем стало плохо на улице зимой, я присела в сугроб и кто-то мимо шел и мне пятачок дал. Она это считала, что это как бы вот то, что ее заметили, ей это подняло настроение, потому что этот человек религиозного сознания, он любой дар, даже пятикопеечный от мира, он воспринимает, что мир опять к нему повернется лицом, понимаете, вот это, мы этому учиться должны. Можно короткое добавление здесь, просто потому что исследование, которое я упомянул, оно как раз частично было на православных приходах, и Галина права, разумеется, но там есть даже конкретное вполне объяснение, связанное с тем, что если на приходе начинает действительно работать механизм дарообмена, то вот этот барьер, связанный с принятием дара, он снижается благодаря тому, что священник, который находится на приходе, он часто является инициатором дарообмена, а у священника принять не зазорно, потому что он как бы дает не от себя, и в то же время священнику самому взять не зазорно, потому что он берет не для себя, вот это очень важная вещь, и если перевести ее на нашу общую дискуссию, то действительно задача, ну, задача, скажем так, мощного какого-то благотворительного поступка или мощного дарообмена стоит в том, чтобы запустить некоторую цепочку дарообменов, да, она в общем может быть вполне горизонтальная, но важно, чтобы этот дар как бы шел дальше, чтобы это не было просто отношение вертикальное между благотворительным и принимающим, чтобы этот дар как бы шел дальше, и чтобы благотворитель в этом смысле мог бы рассчитывать на то, что будучи членом сообщества, он рано или поздно в той или иной форме, неизвестно в какой, получит этот дар обратно, а не просто получит его обратно, как некоторые там отдача от инвестиций. Понятно. У меня уточняющий короткий вопрос, потому что уже много правда времени у нас нет, к Галине про современную фигуру российского благотворителя, как я понимаю, о чем вы говорили, все-таки это постепенное возвращение к традициям до советской модели. Вот те фамилии, которые мы сегодня перечисляли, там Третьяков, Шереметьев, Щукин, Морозов, это понятно, к ним мы постепенно возвращаемся, имеется в виду современные российские благотворители, или нет? Я думаю, что мы возвращаемся и к ним, и к мировому тоже возвращаемся, потому что, понимаете, как я говорю, человека присыщает голое накопительство, он 10 лет купит деньги, 20 лет, он уже все купил, он уже купил все украшения, там граф, он уже построил себе пять домов, он уже купил квартиру в Лондоне, квартиру в Москве, в Петербурге, все, и он доходит до какого-то предела, ему хочется что-то такое культурное, красивое, и человеку хочется народного признания, понимаете? Человеку хочется, чтобы его оценили не как вот такого рвача, а ему хочется, чтобы его оценили, то есть это потребность естественная совершенно, но я бы не сравнивала с теми благотворителями, потому что там просто вот эти вот прохождения шло на уровне двух-трех поколений, у нас сейчас только вот второе поколение начинается, этих вот новых русских буржуа, скажем так, вот, но тем не менее я считаю, что все не так плохо, они достаточно, ну вот музей, музей-гараж, так сказать, не совсем типичный, может быть, пример, но тем не менее, если люди организуют музеи, но, к сожалению, вот это вот такая еще неустойчивость бизнеса, она иногда оборачивается другой стороной, потому что в российском законодательстве девятнадцатого века можно было разрешалось вышестоящими инстанциями открывать благотворительное заведение, если оно было обеспечено деньгами на долгое время, то есть человек не не было расходного целиком капитала, человек должен был пожертвовать, допустим, сто тысяч рублей, в ценной бумаге перевести, и на благотворительное заведение надо было тратить только пятипроцентную прибыль, или там четыре с половиной, пять с половиной, вот эти доходы, дивиденды с ценных бумаг или дивиденды с капиталов, положенных в банк, потому что, вот смотрите, прекрасный музей, такие есть банкиры, братья Анаги, вы все слышали, да, это вот музей русского реалистического исходства, великолепный музей, все устроено, меня очень тронуло, например, что там для пенсионеров, для солдат, для школьников бесплатный вход в этот музей, такая тоже, хорошая такая шкала, вот, и что, оказалось, что они набрали каких-то кредитов, и все, этот музей арестовали, и последний год он не существует, то есть, вот это вот заложенное в законодательстве девятнадцатого века обязательная формула, что благотворительное заведение должно быть обеспечено так и такими механизмами, чтобы оно не разрушилось никогда, его сейчас нет. Сейчас нет, кстати, гараж тоже хороший пример, создан двумя меценатами, по сути, музей, поэтому, и тоже существует с гибкой программой лояльности к разным категориям граждан, что я хотел, в конце у нас осталось буквально пять минут, как раз каждому даю слово заключительное, про будущее, давайте скажем, все-таки зациклю, как сказать, завершим с того, с чего начинали. Вот какой мой вопрос будет. После всего кризиса, после этой пандемии все-таки мир выйдет более сплоченным, что называется, будет больше взаимопомощи, той самой солидарности, о которой мы говорили, или же все эти события, которые происходят сегодня, наоборот, будут по собственности тому самому размежеванию, разъединению, о котором мы тоже с вами говорили. Вот вы как считаете, какими мы выйдем после этого кризиса? Ну, в контексте, конечно, наши темы. Это вопрос ко всем, ну, Николай, давайте с вас начнем. Ну, хорошо. Я думаю, что в результате этого кризиса, который действительно в некотором случае он только сейчас коснулся достаточно благополучных слоев городского населения, а в каких-то случаях, как в Аргентине или в Греции, это кризис за кризисом, это, так сказать, только какая-то новая форма, и действительно это только какой-то момент в гораздо более фундаментальном кризисе современного общества. Я думаю, что дело не в том, что у нас возникнет какая-то солидарность, новая общественная форма, построенная на возрождении солидарности, это очень многим бы хотелось, но мне кажется, что разрешение этого кризиса в Греции вообще возможно. Оно, по крайней мере, приведет к достаточно новым формам таких очень вертикальных государственных и государственных отношений, где и боготворительность, и рынок, и дар, это, в общем-то, я вижу, что очень просто может быть подчинено такой вертикальной государственной форме организации. Спасибо большое, Николай Соренчайков, это было с нами. Не отключайся пока, давайте закончим все высказываться. Ольга. Да, хочется вспомнить о великой чуме 1348 года, последствия которой прекрасно изучены во всех областях. Так вот, после кризисов, которые связаны с высокой смертностью, конечно, у людей возрастает и чувство вины, и эмпатия, а это, в свою очередь, приводит к росту благотворительности. Ну, посмотрим, работают ли законы 14 века для 21, я думаю, мы вскоре мы это узнаем. Отлично. Ольга Назарова. Григорий. Григорий. Я, честно говоря, очень надеюсь на то, что по итогам этого испытания, которые сейчас мир проходит, особенности в области здравоохранения, мы куда-нибудь, наконец, уйдем от ситуации, когда больных детей или родственников или людей, которые страдают в онкологии, приходится спасать с помощью более-менее централизованной благотворительности, сбрасывания на карточки, жертвования 5 рублей или там 10 рублей каждый месяц, отсылок смс-ок после объявлений по Первому каналу, и все-таки вспомним, наконец, о том, что у нас есть некоторые механизмы взаимоподдержки, и механизмы эти напрямую зависят от тех денег, которые находятся в государственном бюджете. Потому что это наши деньги, и они должны быть направлены на то, чтобы люди, которые находятся рядом с нами, чувствовали бы себя уверенными и защищенными. Это то, что мы готовы им дать, у нас нет с этим никаких проблем. То, что мы готовы им дать, то, что мы должны им дать, и то, что сейчас у нас просто нет возможности им дать, и это, конечно, собственно, есть большой вызов нашего времени. Денис, вас не слышно. Я, если что, закончил свой спич, поэтому просто я могу передать слово Галине в этот момент, пока Денис перепутчет. Да, давайте я скажу. Вы знаете, что я, поскольку изучаю на протяжении двухсот, так и больше лет, историю, я по части больших цифр, я исторический пессимист. Я не считаю, что люди изменятся. Приходит следующее поколение со своим опытом, и оно начинает заново проживать жизнь с нуля. А с точки зрения частных случаев, я как раз исторический оптимист. потому что, и я надеюсь, что вот нынешняя ситуация, значит, смотрите, если мы посмотрим статистику Всемирной Организации Здравоохранения, за последние десять лет во всех странах мира, кроме Южной Кореи, количество коек на душу населения резко уменьшилось. То есть вот это вот то ли оптимизация, то ли что, то есть человечество расслабилось. И оказывается, там много факторов, не будет, и оказывается, что вот это, собственно, вот эта пандемия показала, что человечество во всех странах должно пристальное внимание уделить системе здравоохранения. В системе вот такой здравоохранения катастроф и прочего. Потому что человечество изнежено, оно уже, в общем, должно готово быть совершенно, жить в других реалиях. В этом смысле нам как-то из хорошего я хочу сказать, что вот эта вот ситуация показала, что люди более теплые отношения стали устанавливаться на частном уровне между людьми. И вот этот момент какого-то более внимательного отношения, такого сочувственного, такого повышения уровня любви, я бы сказала. Вот это, мне кажется, очень важный момент, что, может быть, мы как-то слушать друг друга, люди будут больше сочувствовать, потому что вопрос, в общем, стоит в каких-то случаях о жизни и смерти. И человечество переосмысливает благодаря таким кризисам вот это все явление. Вот, спасибо за эту дискуссию. Спасибо вам большое. Меня, может быть, не слышно сейчас или плохо слышно, просто завис под конец компьютер. Вот такая... Хорошо слышно, все слышно прекрасно. Слышно. Все отлично. Тогда спасибо вам еще раз за эту интересную дискуссию. Констатация Дара, у нас дискуссия в музее «Гараж», которая была приорочена в Дню Благотворителя и Мецената. Всех вас поздравляю с этим праздником. И действительно, надеюсь, что в будущем мы увидим более ответственными и все-таки взаимопомощь и солидарность останутся с нами. И наоборот, мы только скрепимся и будем закаляться, в общем, несмотря на эти сложные, хаотичные времена. Оставайтесь с «Гаражом», поддерживайте эндаумент фонда музея и, собственно говоря, выходите онлайн, слушайте наши онлайн-лекции и спасибо афише за эту трансляцию. Простите за проблемы технические в конце. Всем пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok